здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галена конышева в этом фильме я продолжаю тему не сталинские сталинки но конечно сталинки они сталинские дака безусловно эти дома они строились во времена стального но очень многие из них строились на старых допотопных стенах и то что иосиф вессаре онович знал допотопной цивилизации и восстанавливал ее я говорила уже многократно со их фильмах я рада что сейчас многие другие блогеры эту тему также поднимают пришли к такому же выводу то есть своими путями мы приходим к одинаковым выводом даже так сказать не не общаясь не не эту тему не обсуждая тем не менее приходим к одинаковым выводам что что Сталин знал о допотомтной цивилизации, он ее восстанавливал. Я хочу вам показать на примере одной улицы строителей. Помните, был фильм советский такой, ну, многие советские, они помнят этот фильм Рязанова, Ельдара Рязанова, который показывали лет 30, наверное, обязательно перед Новым годом, прямо 31 января. «Ирония судьбы» или «С легким паром». И там говорилось об улице строителей. Ну, дом, правда, 25, но улица строителей в Москве и улица строителей в Ленинграде. Я вам хочу рассказать про улицу строителей. Это конкретно был допотопный район, метро-университет. Попала я туда случайно, шла навстречу, но, естественно, обращала внимание на дома и на закопыши. Я не могла не снимать это, я не могла просто пройти мимо. И получился небольшой сюжет. Да, конечно, этот район строился в 50-е годы. Да, это всё есть. И люди говорили, как там были луга, и кто-то там пас, и лошади могли пастись, и коровы могли, и старые дома там деревянные были. Да, всё это так. Но, тем не менее, под заносами, под засыпами, ведь люди же не знают, что там находится, и нет возможности у нас посмотреть сверху на ту местность. Тогда вот нету фотографий, чтобы оценить, проглядывается что-то из-под земли, какие-то силуэты зданий или не проглядывается. Потому что с уровня человеческого роста или детского роста, когда ребёнок бегает, и люди сейчас воспоминаниями своими делятся, они, конечно, никогда не смогут сказать, что там под землёй находятся останки зданий, останки кварталов. Но, тем не менее, следы эти, они косвенные улики. Мы уже их разбирали многократно. И сейчас меня радует то, что многие зрители, они в своих городах, в своих посёлках даже, они видят эти закопыши, допотопы, скажем так, допотопные основания, как называют их цокольные этажи, так называемые, или полуподвальные этажи, которые когда-то были полноценными этажами в домах. То есть, если мы уберём грунт, в основном это глина в городах 6 метров, где-то средний, 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 6 метров, бывает и больше, бывает до 30 доходит. В зависимости от рельефа местности, то мы увидели бы совсем другой город. Вот если бы это всё очистить, мы бы увидели туда, допотопную цивилизацию. Вернее, два, получается, там было два, засыпа, вот как бы прослеживается именно два. Ну и улица строителей. Ещё, конечно, момент, как она застраивалась, я сейчас покажу, потому что вот, казалось бы, вот обратите внимание на эти фрагменты, на эту конструкцию. Это гаражи строились для университетских преподавателей, но это только один такой архитектурный элемент в Москве. Больше, по-моему, таких элементов нет в Москве. Вот как бы строится. Однако, опять-таки, мы не увидим фотографий с нуля, здания с нуля, с котлована. Нет ни одной такой фотографии. Это тоже доказывает то, что многие здания, или большинство из них, не строились с нуля, а строились они на основе уже имеющихся. И прежде чем показать своё видео, я нашла сайт, который говорит как раз о домах. Вот там были красные дома, которые находятся рядом с метро, университет на улице строителей. И вот как раз это о них. О том, что вот обещан город-сад. Вот такой проект. Этот проект, он напоминает архитектурный проект античного Челябинска. У меня есть несколько серий на канале. Это исследование Ильи Богданова. И я просто подтверждаю его версию, что у Сталина была фотография. У Сталина, у архитекторов сталинских, ленинградских, которые строились в Челябинск, начали застраивать, закладывать как бы, ну вернее не закладывать, а восстанавливать старые проспекты. И Илья Богданов это доказал. Я подтверждаю это. Провела своё исследование и подтвердила то, что он показывал действительно фотографию. Вот это тоже, это похожие проекты, но они сняты с фотографии. Возможно, это тоже с фотографии. Вот это как бы проект, которого нет. Вот нету этого ещё. Но, возможно, это зарисовка с фотографии. Вот прям похоже на античный Челябинск. Посмотрите, ещё раз говорю, на канале, на моём есть. И вот таким образом должен был Ленинский проспект. Ну вот что-то там есть. Вот что-то, какие-то здания были. Какие-то здания успели построить. Естественно, мы знаем, что Хрущёв всё это поломал. Хрущёв – это предатель нашего народа. Мы сегодня уже это знаем. Хрущёв – троцкист. Хрущёв, который стал сворачивать все сталинские дела и оболгал этого великого человека. Сам из себя ничего не представил. Оставил о себе очень плохую память. Вот время всё расставляет на свои места. И сегодня мы это абсолютно точно можем сказать, что это клоун у ног великого гиганта, человека-гиганта, великого действительно, величайшего мыслителя, умного человека. Итак, вы сами можете ознакомиться с этой статьёй. Я, естественно, всё это читать не буду. Я просто отдельную информацию об этом районе, чтобы было понятно, откуда это идёт и когда это началось. То есть не то, что мне там что-то показалось или ещё что-то, а вот каким образом он застраивался. Это написала одна из жительниц этого района, которая в 70-е годы там жила. Ну, может быть, это даже моя ровесница где-то. И свой взгляд. Очень хорошая статья, грамотная. Вот генеральный план реконструкции Москвы, принятый в том году, предусматривал, что территория города будет прорезана широкими магистралями. Активная же планировка Юго-Запада началась вскоре после войны, во второй половине 1940-х годов. Первый план этих ещё нерождённых мест, которые случилось видеть, а второй этих строк относится к 1949 году. Вот в это время где-то начинается застройка Ленинского района, района университет. Во всяком случае, именно в 1949 году было принято постановление о массовом строительстве жилья, предполагавшее в числе прочего, что столице необходимы высокие и красивые дома, ни в чём не уступающие западным образцам. Имелось в виду лучшим образцам Европы, то есть того же Рима. В связи с этим, в 1951 году, под руководством архитектора Дмитрия Чичулина, был разработан новый план реконструкции города, действовавший вплоть до 1960 года. Этот план и определил облик нашей части Москвы. То есть вот то, что вот сейчас красота есть, вот время, ещё раз говорю, расставилось всё на свои места, а вот эти самые сталинки, они до сих пор великолепны, до сих пор они радуют глаз, до сих пор, попадая вот в эти районы, просто чувствуешь какую-то красоту, величие и радость за то, что всё-таки успели построить, за то, что всё-таки умные люди, талантливые люди побывали в руководстве страны, а не только эти бездари, завистливое ничтожество типа Хрущёва и ему подобных. Выбрали его для этой цели, потому что условия жизни здесь были оценены как исключительно благоприятные расположения с подветренной стороны. Представляете, как всё это изучалось, как всё грамотно это было. Но если это был допотопный проект, или частично допотопный проект на старых фундаментах, а я покажу, что это именно так, многие дома здесь стоят на старых фундаментах, то просто могу рукоплескать только. Ещё раз восхищаюсь гением сталинской эпохи, умнейших, талантливых людей. Александр Васильевич Власов был нашим родственником. Моя мама была его племянницей. Для неё он был дядей Шура. По его проекту был построен Крымский мост 1950-1955 году. Он был главным архитектором Москвы. Да, вот Александр Васильевич Власов. Он и создавал проекты. Вот эти сталинки в том числе. Он был сначала главным архитектором в Киеве. И потом его пригласили работать в Москву. И он, конечно, вдохновлялся. Сам он писал об этом. Есть эта информация. Он вдохновлялся городами. Римом, Флоренции. И вот эти стили, итальянские стили, он привносил сюда. Либо, либо. Всё-таки эти были допотопные проекты. И это была одна общая архитектура по всему миру. Красивая. Вот Рим. Вечный город. Но после смерти Сталина, конечно, с приходом Хрущева, всё это пришлось свернуть. Потому что кто у нас там появился? У нас там появился Ле Корбюзье и Пьер Нерви. Вот давайте посмотрим архитектуру Пьера Нерви. Вот этот товарищ, он изобрёл, вёл строительную практику армоцементные конструкции армированные. А, кстати, наши предки, предки вот в мире, они строили цементные каменные дома без армирования. И они до сих пор крепчайшие. Вот этот литой камень, который называют, якобы там добывали камень, или его из этого добытого камня. Нет, это во многих случаях это литьё, колоссальное литьё. Как, например, в доме Пашкова, открытые при реставрации, вдруг вот только в момент реставрации каким-то образом открыли, либо знали, скрывали до этого, ну вот озвучили и обнародовали найденный колодец с идеальной кладкой. Ну, конечно же, это литьё, не армированное. А вот он придумал армированное, которое, конечно, менее долговечное, рассыпается этот бетон. Не такие у него характеристики. То есть догнать вот старых строителей, которые делали дома из литого камня, вот этим вот товарищам не дано. Он профессор Римского университета. Давайте тут есть вот его просто несколько примеров, просто чтобы понять. Вот знаем Италию, да, знаем Рим, и вот что он делает. Вот собор в Сан-Франциско, ну, я как человек, который имеет архитектурное образование в Мархе, могу сказать, что, ну, три с минусом, а может быть и два, а может быть и профнепригодность. Вот за такую работу нам бы сказать, что за хрень собачья. Извините за выражение. Так, что он тут еще? Ну, вот Ричмонд Колизеум. Это спортивный комплекс в Ричмонд, штат Виргиня, США. Ну, жуть, 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 жучайшая. Зрительный зал Павла VI. А вот это вот, это то, что очень многие сейчас, вот этот зал. Это вот этот товарищ создал, вот этот архитектор, которые приезжали они в Москву, и вот с Хрущевым они нам там внедряли свою тупую, дурацкую или сатанинскую архитектуру. Вот это та самая голова змеи. Это зрительный зал Павла VI в Ватикане. Он все-таки испохабил Ватикан, да, старейший город. Все-таки все равно там вот внедрялось. И в Сан-Франциско все-таки тоже такой, ну, античный город во многом. Вот тоже внедрялось. Что у нас там еще? Глажданская библиотека Верон. Ну, здесь более-менее. Здесь он все-таки сделал в общем стиле, вписался в стиль. Здесь вопросов нет. Хотя бы так. Теперь посмотрим мы на Лье Карпузье. Был у блогера, по-моему, правда, режет, да. Великолепная работа по архитектурному фашизму вот этого товарища, который приперся к нам в страну. Но поскольку мы теперь знаем, кто такой Хрущев, вот это после развенчания культа личности Сталина, архитект разменил свои художественные принципы. Имеется в виду вот этот Александр Власов, архитектор Москвы. В статье «Мысли, вызванные конкурсом», опубликованной в Строительной газете, 10 февраля 1957 года он отметил, современная архитектура может развиваться лишь при том условии, если она действительно учитывает достижения и требования медицины. Вот видите, у нас уже тут медицина, фашисты от медицины уже пришли после смерти Сталина для создания гигиенических условий жизни людей. А вот эти дома красные, про которые я говорю, и которые он спроектировал, он успел их спроектировать, они были построены, хотя уже на них обрушилась критика, но, как говорят жители, они уже построены, они уже стояли. Разрушать их не стали, но критиковать их начали активно, вот эту всю архитектуру. Мы видим там арочки, да, вот эти вот все итальянские мотивы. И высота комнат 3 метра, очень удобная. Я была в такой квартире, я шла туда навстречу, я была в такой квартире, очень уютные, очень удобные квартиры. Поэтому что там говорить о гигиене? Прекрасные гигиенические условия, огромные окна, много света, комфортное, комфортное расположение самой квартиры. Но о чем там говорить? Ну нет, кому же это не понравилось? Люди не должны жить в таких красивых квартирах, советские люди. Надо же их обыдлять. И, в общем-то, они взялись, засучив рукава. И этот лекарь-бюзье в том числе. А чем у нас знаменит лекарь-бюзье? Он испоганил Мясницкую улицу. Вот он построил тут. Ой. 15 октября в Москве состоялось торжественное открытие памятника французскому архитекту. Вот они сейчас, вот этой всей нечисти, они открывают памятники. Вы заметили? Они просто вот как у них зуд прям пошел. Солженицыну памятник, Александру Третьему памятник. Вот теперь лекарь-бюзье памятник. И что он тут сделал? Здание Центра Союза на Мясницкой. Вы видите, это еще даже при Сталине было построено. То есть он все-таки вот внедрился. Или Сталин еще, я не знаю, либо у него еще не было силы вот так вот отказать. Почему позволили вот это вот убожество? Посмотрите, какое уродство архитектурное. Вот в старинную русскую, такую купеческую Мясницкую улицу. У меня там проходит один из маршрутов. Вот эту улицу испохабить вот такой ужасной архитектурой. Это не архитектура, я не знаю, это что-то мерзкое. Ну, сами смотрите сами, пожалуйста, вот как это все выглядит. Это что такое? Это вот на Мясницкой улице. И вот дальше, после этого, потом Сталинки появились. И после смерти Сталина пошла вот эта опять в этом же стиле, пошла эта ерунда. Ну, и сейчас это похабщина, стекло уже и железо, уже даже не бетон, стекло и железо, оно продолжается внедряться. За редким исключением, когда все-таки встречаются дома, которые выдержаны в стиле, в сталинском стиле, они все-таки, слава богу, они встречаются. Новые современные дома, но они встроены вот в эти Сталинки, и они очень органично с ними смотрятся. Есть такие дома на проспекте Мира, есть такие дома на Садовом кольце. Ну, все-таки, все-таки удается. То есть не все так плохо, поэтому удается строить и великолепные, красивые дома, только уже современные, ну, более стойкие, что называется. А вот это, конечно, вот это уродство. Но не будем заостряться на плохом, мы перейдем все-таки вот к этим красным домам, допотопным. Вернее, как они сами, не допотопные, а стоят они, я предполагаю, на допотопных стенах предыдущих зданий, которые были уничтожены, засыпаны грунтом. И, в общем-то, потом этот был такой убудний ландшафт, который заселялся там, как-то строился простыми домиками деревянными, щитовыми. И поэтому никто не знал, что там под землей находятся. Это дома такие же, как на улице Бориса Галушкина. Вот такие жаркие, сталинки. Прям один в один. Ну что, строили окна прямо на землю? Ну, перекрытия могут быть и в 50-х годах. Прям такой же квартал, как на улице Бориса Галушкина. Вот один в один. И внутренний двор огромный. Огромный внутренний двор, заросший, старый, уютный. Ну, здорово делали. По крайней мере, этот проект тоже сталинский. Если такой же проект был допотопный, очень может быть, потому что по Челябинскому проекту очень похоже на это. Такие огромные внутренние дворы, пространства. Не окна в окна, а вот такие большие пространства. Все для людей, чтобы дышало, чтобы солярность была. Так, это уже дом 4. И вот он четко на, по всему периметру, при ямке, огромные окна. Огроменные просто окна. Во всем. Значит, это вот похож на проект Челябинского античного города. Просто вот один в один. Это восстанавливал Сталин. Он восстанавливал эти кварталы. Выравнивали, откапывали, восстанавливали. Так, а вот это большая-большая такая штука идет. Видимо, метро, что ли. Там стоянка, я даже не знаю, что это такое. С вытяжками похоже. Что там подземная. Прям большая-большая штука. На ней ресторан. Вот рядом стоянка. И она прям туда идет. Что-то здесь под землей такой большой длины. Ну вот подземная эта штука идет. Я иду, пока не знаю, что это такое. Вот так здесь где-то упирается. И там дальше дорога. Окна все в землю. Все как положено. Вот что это за такая стенища. Я уж извиняюсь, она широко. Вот это что такое. Орнамент типичный для домов старинных. Вот это вот. Фрагмент. Вот что он здесь делает под таким засыпом. Вот здесь такая же штука. Под ней вытяжку сделали. Все там красно-кирпичное. Пробивали. Здесь тоже такая штука. Пробивали вентиляцию. Ну я не знаю, что это за объект. А еще он вот так вот углом разворачивается. Вот здесь такая арка. Лицестроители 4. Интереснейший объект. Эстакада какая-то, которая никуда не идет. Некая эстакада, которая никуда не идет. Здесь она обрывается дальше дома. Что за объект? Эстакада, которая уходит в ноль. Огроменные арки. Внизена фигура человека в сравнении. Арочные конструкции. Вот что здесь входы были. Все это закрыто. Дырки понаставили. Слуховые окна. То есть какая-то технология была. Вот технология. Она по всему, по всему периметру. Вот эти штуки. А дальше они там с той стороны под землей закопаны. Объект, который обрывается. Итак, официальная версия – это гаражи, которые строились для преподавателей университета, которые живут в этих красных домах. Но опять-таки какое-то странное это строение. Не створки ворот для машины. Вот машину поставили, она вроде бы выезжает, а это стекла, окна. Потом, если мы рассмотрим другие фотографии, то такое ощущение, что это место скорее откапывали и восстанавливали, нежели строили заново с нуля. Ну, по крайней мере, вот с нуля фотографий нет. Элементы декора тоже вот под козырьком. Что это такое? Что это за штуки, которые сбоку, я показывала, они засыпаны. Ну, вот почти идут под засып. Зачем лепить этот декор, который потом будет закопан в землю? Тоже какая-то странность. Вот он, этот декор. Форма угловая, срезанная. Опять-таки непонятна логика архитектора. Это форма. Окна домов, вот хорошо видно, закопыши. У меня нет убежденности в том, что эти гаражи, так называемые гаражи, строились изначально как гаражи. У меня есть ощущение, что это какой-то остаток допотопного сооружения. Может быть, оно и было связано с машинами, но вот эти окна, они как бы верхушка более закопанных арок нижних. На этой фотографии вот как бы строится издалека, что вот это такое непонятно. Относит это к строительству или это осталось от чего-то прежнего? То, что выглядывает из земли. То, что неровная сама поверхность, под ним может быть останки стен разрушенных, закопанных на этом поле, на котором, как люди говорят, паслись, животные гуляли. Да, может быть, паслись, но они же не знают, что там внизу. И вот эти вот полосы, которые как бы отсекают что-то, дорогу ли, не дорогу, либо это стена опять-таки под засыпом. Но уж очень так вот подозрительно параллельно все это идет. Довольно информативная фотография, я бы сказала. Вот еще одна информативная фотография. Ну, как бы строительство. Мы видим, что это время года, может быть, осень, может быть, весна. Лужи есть, и люди одеты в теплые такие одежды, демисезонные. И сырость. Вот она, большая-большая лужа. Находится у барака строительного. Строится дом. Вот прямо на переднем крае, в углу, в правом нижнем углу строится стена дома. И рядом две такие кучи чего? Песка, либо глины. Я склоняюсь к тому, что это глина, потому что она неровная, там как бы коми просматриваются. И она такая сухая. Это не мокрая глина или не мокрый песок, который должен был лежать под открытым небом и наполняться влагой, поскольку вот они лужи, вот оно все рядом. Все это мокрое должно быть. Но они не выглядят как вот прям такие промокшие, набухшие, что ли, кучи. И они очень близко находятся рядом со стеной дома. Если бы это был котлован, то есть с нуля рылся котлован под фундамент, то таких бы куч близко к стене не было бы, иначе бы они просто съезжали бы вниз котлован. А вот если их вытаскивают из засыпанных окон, и вот он сухой, его выкладывают на мокрую землю, на которой лужи, а это все сухое, вот тогда да. Вот у меня лично такое впечатление сложилось от этой фотографии и от строительства этого дома. Фотография одного из кварталов. Сейчас я покажу вам видео, уже современное я там шла и обращала внимание. Но здесь вот начало строительства, да, застройки. Вот только дома как бы застроились. Здесь мы видим огромные-огромные свободные дворы. Мы видим вот эти окна, которые идут прямо в землю, причем по всем периметрам и в одном доме, и в другом доме противоположном. И дальше у меня вопрос возникает. Если здесь ничего не было, либо здесь были какие-то там старые деревни или какие-то постройки, а где старые деревья? Неужели ни одного старого дерева не осталось на такой огромной площадке? Если это все не застраивалось, куда делись старые деревья? Их что, все вырубили для того, чтобы построить вот эти дома, но они стоят друг о друга и строительству не мешают. Тем не менее, мы видим ни одного старого деревца. Все новые-новые молодые посадки. В отличие от сегодняшнего современного дня. Вот он. Маленький арт-объект. На старом фото. Деревьев нет. Деревья все молодые. Здесь все разровняли. И закопанные окна по всему периметру. Все дворы, они именно такие. А вот так выглядит опалубка фундамента. Вот заливка фундамента в этих же районах. Но это уже блочные дома идут. Это уже более позднее строительство. И мы видим, что нет никаких куч. Да, вот просто заливаю такие вот ленточные. Заливка бетоном идет. И опалубка. Еще одна старая фотография этих же кварталов. Вот по всему периметру идут закопанные дома. Здесь очень хорошо это видно. И молодые посадки. Такое ощущение, что здесь все было выжжено просто. Не было деревьев. Ни одного старого дерева. И вот еще один корпус. Тоже с окнами, с приямками. Следующий корпус такой же. Он как бы новый. Но он впритык прям стоит к этому корпусу. Широкие дворы между ними. Невыровненный ландшафт. Недооткопанный. Ну так и оставили. Это вот сюда вниз идти. Подоткапывали и восстанавливали. Подоткапывали. И восстанавливали. Благо были чертежи. Известны. Где стояли эти дома. Только нельзя было никому говорить. Это было табу. Это был секрет мировой. Точно так же, как сейчас. Вот мировой идет. Вот эта модная цифровизация всего населения. Всех чипировать. Всех привить. Вот и тогда нельзя было говорить. Но Сталин восстанавливал. Восстанавливал допотопную цивилизацию. Так, а вот так вот здесь дома, эти же кварталы. Весь этот район и размер окон, как они были. Тех домов, которые были. Ну, такие окна были в палатах 16-17 века. В завершении этого видео перед нами проект Александра Бласова, московского архитектора, сталинского периода. Ну, потом он вынужден был переформатироваться. Наверное, только по-другому нельзя было сохранить рабочее место. Я так полагаю. И вообще статус свой социальный. Поэтому он переформатировался, отказавшись вот от таких глобальных, сталинских, прекраснейших проспектов и проектов. Мы видим доминанту высокую. В общем-то, это такой античный, большой, современный античный город. Похож проект на античный Челябинск. К сожалению, после смерти Сталина, с приходом Хрущева, пришли архитектурные фашисты. Я с этим согласна, с таким выражением. Которые стали уничтожать вот эту допотопную цивилизацию, которую восстанавливал Иосиф Виссарионович. Вот эту красоту. То есть, хотел вернуть нам эту память, эту историю. Но ничего сегодня мы знаем. Видно, что народ пробуждается. Видно по комментариям, что люди начинают замечать. В тех местах, где они живут. Даже в простых городах, в небольших поселках, деревнях. Вы должны понимать, что это была огромнейшая цивилизация. Людей было гораздо больше, чем сегодня живет они. Сегодня хотят уничтожить. А было огромное количество населения. Всем хватало места. Были технологии, которые позволяли экологично жить на планете Земля. Огромному количеству населения никому не мешать, не враждовать. Поэтому даже в каждой небольшой деревне может быть сокрыта под землей огромная тайна. В вашем родном городе, в вашем родном месте. Просто наблюдайте это, откройте глаза. Я благодарю вас всех за поддержку канала, в том числе и финансовую. Мне это очень помогает. Надеюсь, вам было интересно, познавательно это видео. Всех вам благ, отличного настроения. С вами была Галина Конышева. Мы прорвемся. Победа будет за нами. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Победа будет за нами. Победа будет за нами. Продолжение следует...